уху сельве плежо с вами олежа и вы на канале moto овен да ребят нужно называть свой канал и проговаривать я думаю это лайфхак 2020 хотя наверное уже давным давно в общем не об этом запишу видос что происходит сейчас моей жизни я таксую до аксу и коплю на ноутбу и знаете что я определился точно какой я хочу ноутбук ну на новом рынке ну грубо говоря в магазине тот же самый днис либо будет смотреть бушку но новый бук будет стоить 77000 короче это асер гейминг вообще пушка можно сделать разгоняется мелем сзади заедем на заправку посмотрим как видео я блин gopro это вообще тема просто маленький кирпичик gopro 8 сейчас заедем в тупс посмотрите какие цены не знаю видно нет 98 стоит 57 рублей даже 58 я сказал куда здесь такая беседочка все запарковались google цените горы и сейчас мы спускаемся в город и вкратце расскажу что происходит моей жизни до куда я пропала все дела в общем я коплю на ноутбук на новый ноутбук для чего чтобы монтировать пушечные видосы посмотрите на этот кайф так осторожно осторожная лишь ну давайте еще немного проповещаю вам что происходит я вам хочу рассказать все время про машину про таксу ну то есть как таксуется в сентябре в ялте все не могу записать этот видос одним дублем одним кадром я запишу на gopro запишу этот видос расскажу вообще что да как ну а сейчас давайте больше про цель то есть в начале этого месяца я попробовал первый раз таксовать и почему я начал таксовать потому что у меня появилась цель купить ноутбук чтобы на нем монтировать видосы более качественные быстро рендеринг не тратить время до 2 цель проверить сколько можно заработать в такси это я вам по мере удаленности рассказываю смотрите здесь такой затяжной поворотик интересный ну будем медленно ехать вторая цель это проверить сколько в такси можно заработать я вам расскажу и получается что еще есть какая-то третья цель в принципе нет вот это две основные цели да ну ведь деньги лишними не бывают и смотрите теперь про ноутбук я нашел на рынке ноутбук я уже сказал он называется от asus gaming их много модификаций но там получается на рейзене по моему рейзен 5 или рейзет 78 потоков 2 и 9 гигагерц и вы представляете это мощно видюха gtx 1060 di что немаловажно она помощнее чем обычная в общем этот бук 16 гигов оперативы все нормально прикольные стильные он стоит семьдесят семь тысяч это на получается на рейзене а на интеле обгоняем обгоняем так осторожно дубас мерин купе а на интеле он будет стоить на 8 на 10 тысяч дороже да да и еще кстати немаловажно этот ноутбук чистый без windows за windows вы тоже переплачиваете порядка 7000 вот он стоит 77 аналогом ему на рынке нету есть только аналог ноутбук кому интересно асер нитро 5 но у него аккумулятор хуже то есть он меньше держит на час аккумулятор чем asus вот вкратце такая инфа давайте ближе к вечеру постараюсь рассказать сколько можно заработать такси мы въехали в город вон там же но автовокзал скутерист я просто показываю для атмосферы так пешеходник моего не пропускаем но для такси стать нормально сейчас поеду в город по загораю да и кстати забыл сказать если вы горят то возможно в будущем я сменю рот деятельности дохода заработка при помощи этого же ноутбука только это будет связано не с ютубом но тем не менее про это когда-нибудь тоже расскажу но не в этой серии все ребята такой коротенький влоговый видосик ну тот кто меня смотрит просто суть такая что я сначала этого месяца сентября начал работать в такси и целью было купить ноутбук это просто повторяюсь поэтому расскажу добился я или этой цели нет потому что скоро месяц пойдет подойдет к завершению я скажу сколько я заработал в такси за месяц ну и вообще удастся ли мне купить ноутбук все ребят оставайтесь все со мной да прибудет с вами и со мной сила погнали зацените кстати пробки вот такое движение очень ну где-то на километр растянута кстати есть лайфхак тут можно нарушать вот многие встраивают с этой полосы туда а кто-то доезжает вот до конца и поворачивает направо хотел показать также платную парковку вот здесь вот она платненькая такая парковочка вон чел сидит который денежку берет а вот на этой пешеходке очень часто люди ходят но вечером в обед и машины скапливаются хвостом из-за этого большие пробки образуются плюс тут негде припарковаться все платное либо заняты из-за этого частенечко пробочки сейчас еду в район отрадного забираю человека и везу его на пляж на котором сам и буду загорать 12 часов дня поэтому самое время позагорать блин сентябрь месяц конец сентября погода просто я в шартика в сланцах в борцухе сижу ну жарень поэтому ребят хоть я с вами уже и попрощался но тем не менее какие-то такие просто краткие моменты показывают мы уезжаем на улицу дрожинского она очень узкая и односторонняя еще плюс тут люди бегают часто люди едут те навстречку под кирпичи и получается затор на этой пулке просто покажу что она реально узкая и много народа просто зацените обстанову ну как вам узкая улочка дрожинки вон вдалеке у нас ялта интурист гостиничный комплекс пробка зато все стоят так вот наш интуристик сейчас ребят заберу как говорил клиента и пойду на пляж возьму карточку с gopro и замонтирую этот видосик выложу для вас ну и для себя память все дела поэтому все вы на канале мото оен оставайтесь со мной ставьте лайк усы царские комментарии богатырские и просто с позитивом радуемся жизни